Добрый день, уважаемые земляки и уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на земле нашей Луниской. Сегодня мы с вами в очередной раз собрались здесь, в селе Суворова, для того, чтобы почтить память нашего великого полководца Александра Васильевича Суворова. Именно сегодня отмечается День воинской славы России, который установлен федеральным законом о днях воинской славы 13 марта 1995 года. 22 декабря 1790 года это день штурма, ставшего классикой военного сутка и взятия турецкой крепости измаил русскими войсками под командование графа Александра Суворова. Это ключевое сражение русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Русская победа имела большое значение для дальнейшего хода войны, которая завершилась язвским миром, закрепившим за Россию Крым и Северное Причерноморье от Кубани до Днестрана. На нашем сегодняшнем мероприятии состоится первый этап презентации военно-патриотического духовного проекта «Суворовский призыв. Суворовская победа». И первым слово предоставляется автору идеи проекта, председателю общественной организации «Суворовский мир» Александру Васильевичу Чуфаеву. Александр Васильевич, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, дорогие земляки, дорогие гости, потомки солдат Суворова. Так как последние наши знания подтвердили, солдаты Суворовы после окончания своей воинской службы просили Христоразе Александра Васильевича, чтобы он их направил в свое имение родовое и поженил на местных крестьян. Поэтому вы, вполне возможно, как раз и есть те потомки, наследники воинской славы. Сейчас я вас кратко ознакомлю с нашим проектом. Здесь, конечно, будут какие-то добавления, будет обязательно уточнение нашего проекта. Но для этого нужно, чтобы вы ознакомились и чтобы было общественное обсуждение более широкое и более ясное. Проект военно-патриотического, духовного, государственно-общественного партнерства «Суворовский призыв. Суворовская победа». К 300-летию со дня рождения полководца Александра Васильевича Суворова. К 230-летию взятия Измаила. К 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Цели проекта – повышение уровня нравственного воспитания населения, прежде всего молодежи, в духе патриотизма и любви к Родине. На основе православных традиций, примера духовного и воинского служения России генералиссинуса Александра Васильевича Суворова. Сохранение его духовного и воинского наследия. Возрождение и сохранение воинских традиций народов Сурского края. Их единство, повлиявших на формирование характера будущего полководца, утвердившего в войсках традицию единого народа-воина «Мы, русские, с нами Бог». Изучение и утвердение преемственности духовных канонов цивилизации, популяризация среди населения региона и Российской Федерации истории России и Пензенской области, сохранение и приумножение знаний о воинских соратниках рода Александра Васильевича Суворова. Арсеньевых, Мерлиных, Леонтьевых, Казачьего сословия, хранителях основ русского мира и русского языка, представителях рода Дмитрия Борисовича Кашко, Россия и Франция. Дмитрий Борисович – правнук нашего дореволюционного губернатора. Противодействие искажению российской истории, ее дискредитации на международной арене, сохранение исторического наследия нашей Родины, возрождение родовой воинской культуры Александра Васильевича Суворова, ее причастности к государственным древностям, объяснение причин доверия и принадлежности Суворова к русскому народу, развитие села Суворова, восстановление родовой усадьбы Александра Васильевича Суворова, восстановление храма, реставрация бюст Суворова по первоначальному проекту 1900 года. Строительство православной часовни во имя икона «Непобедимая держава», создание центра подготовки спецназа вооруженных сил Российской Федерации и войск специального назначения по примеру стратегии, тактики и побед Александра Васильевича Суворова на территории плаца в селе Суворова, практика летних лагерей для военной подготовки кадет Суворовских училищ России, объединение всех объектов проекта в комплекс по архитектурной традиции XVIII века, использование потенциала земель села Суворова для обеспечения проекта сельхозпродукции при участии воспитанников Центра спецназа, что является традицией воинских казачьих станок на реке Шукша-Саксов древности и во времена Суворова, привлечение государственных и иных средств для создания особого экономического проекта Суворов, создание международного общественного гражданско-патриотического движения Суворовский полк и одноименного сайта, развитие в Пеннинской области тематического туризма, повышение туристической и инвестиционной привлекательности района. Далее я ознакомлю вас со стратегией проекта. Для реализации данного проекта необходимо решить стратегическую задачу возвращение народа-населения села Суворова, возрождение родовой усадьбы Александра Васильевича, где был воспитан будущий полководец, строительство часовни, реставрация храма. И все эти старания и действия могут быть духовно и экономически бессильны и бесполезны в случае проведения всего двух-трех мероприятий в году. Духовные объекты имеют миссию ежедневного окормления своим участием и причастием общественного пространства и народа во благо сохранения бессмертных традиций православной веры, которая была духовной основой побед Суворова. А через наш проект и приумножение русской доблести, воинской и всемирного признания народа как победителя. В то же время, самым важным является оставление наследия в непреклонном, в том памятном виде, духовном, историческом и цивилизационном. То, что нам оставил генералист Сумас Александр Васильевич Суворов для защиты России и ее народа. Закономерен вывод возрождения родового имения Суворовых и как дань уважения к его победам, создание воинской структуры по традициям Александра Васильевича Суворова в виде учебного центра подготовки бойцов войск специального назначения, кого и готовил Великий Суворов. Это сможет наполнить, оживить и приумножить патриотическое, бескорыстное, вечное народное наследие нашего великого земляка Александра Васильевича Суворова. Храм, заложенный в 1791 году лично Суворову по случаю взятия Измаила, должен быть реставрирован не просто как архитектурный объект, а как знамение Господне и знамя Победы. Всем известно, что потеря знамени воинской части ведет к ее расформированию, а придание забвению таких побед, как взятие Измаила, запустение храма во имя иконы Владимирской Божьей Матери как духовного знамени этой Победы ведет не просто к монкуртизации памяти народа о Суворовской воинской части и его многочисленных Победах, но и к утрате государственных патриотических устоек. Память об Александре Васильевиче Суворове призывает нас к сохранению наследия Победителя. Я выполняю поручения наших соратников из Москвы. Низко кланяюсь памяти и победам Александра Васильевича Суворова. Мы должны продолжить его дело и как защитника, и как победителя, но все отмечают, всегда наши войска были не как поработителями, а как освободителями. Вот это наша миссия, наша честь и наш толк. Вот если есть какие вопросы, я могу ответить. Вопросов нет? Мне кажется, все ясно. Очень даже ясно. Вот спасибо большое. Замечательные слова. Я предлагаю аплодисменты вот этому докладу даже сделать. Спасибо. Это наш общий труд. Замечательные слова. Прям вот подказан. Они все в точку. Все в точку. Слово для выступления автору исследования о месте рождения Александра Васильевича Суворова представляете писателю Идеи Ивановне Кирюшеву. Мы все равно вступим. Спасибо. Я сегодня много говорить не буду. Я так коротко о самом, наверное, главном. Потому что потом мы еще запишем большую презентацию по поводу вот этого вот исследования. А сказать вот о чем хочу. Сейчас довольно-таки часто мне доводится слышать от вроде бы историков, от вроде бы родителей нашего края о том, что Александр Васильевич Суворов не то чтобы родился, но и никогда не был здесь и на Пензенской земле. И поскольку я в архивах не могу работать, ну, в силу финансов надо ехать. Это теперь не Пензенский архив, а только столичный или соседних городов архивы. Я решила сделать исследование по прежним публикациям, которые были о Александре Васильевиче Суворове на протяжении этих, можно сказать, столетий. И что выяснилось, оказывается, самые первые публикации, которые о нем были, они, везде в них упоминается село Моровка как родовое имение Суворов. Например, в 1874 году в Москве была издана книга генералисима Суворов «Его жизнь в его отчинах и хозяйственная деятельность». Написал Рыбкин. Значит, в этой книге очень интересное письмо Суворова приводится. Я вот на нем я остановлюсь. Значит, здесь вот местная община Моровская решила вместо своих сыновей отправить в солдата одного бобыля. Но бобыль – это неженатый взрослый мужчина. Холостяк. Да, когда до Суворова эта информация дошла, он пишет такое письмо, что повелеваю общине женить этого бобыля, помочь ему построить дом и завести хозяйство, скотину и птицу. Если этого не будет сделано, я приеду сам и женю его на самой красивой девушке из-за своего имения. Вот, оказывается, до каких, можно сказать, степеней доходила его забота о своих крестьянах. Это вот касается Суворова. Молодец, так зовут. Ну, кроме Рыбкина, еще в 1900 году известный пензенский краевед Попов в журнале «Нива», ну, это центральный тоже журнал, «Нива» номер 19-й, был опубликован его материал, в котором тоже говорится о Моровке как родовому имени Суворова. И еще был тут такой журналист и общественный деятель, в обкоме работал, Храбровицкий. Он в 1950 году в «Правде» и в «Молодом Ленинце» и «Правде» опубликовал материалы, где тоже есть, ну, известие о Моровке. Ну, о Моровке, оно в Никольской, Большая Шукша, Шукша. Ну, Моровка, может быть, как от Моровки. Вот. И после этого, на 50 лет, на полвека, как отрезало. Ни в одних последующих источниках Моровка, Моровка нигде не упоминается, хотя этих источников тьма тьма лучше. Загляните в интернет, перепечатывают от одного к другому одну и ту же информацию, но о его родовом имении нет ничего долга. И первый, ну, такой серьезный библиограф Петрушевский, он тоже написал, что неизвестно, где он родился. А уже в более поздние времена ему приписывают и рождение в Орловском имении, он и в Владимирском имении, и в двух селах Каменка, и Каменка, и потом еще одно село, как тоже называется, в Нижегородской, даже в Финляндии родился он. Ну, это здорово. Но в конце 20-го столетия снова пришли ученые, это, значит, Полубояров и Александр Васильевич Тюстин, которые в своих материалах начали опять указывать Моровку как родовое имение с возможным рождением тут Александра Васильевича. И особенно последние две книги, Балакшин и Платова, они уже дают какие-то конкретные сведения. Вот такая была библиографическая история с рождением. Но когда я исследовала все эти источники, то получилась такая вещь. Во-первых, никак Суворов не мог родиться в московском имении деда по матери, потому что когда молодому человеку было 8-9 лет, этот дед по матери просил императрицу дать ему хоть какое-то имение. Сам он пишет в отношении, что у меня нет никакой собственности в Санкт-Петербурге, я живу на съемной квартире. Но Суворову уже 8-9 лет. Он не мог родиться в московском доме отца своего. Почему? Потому что Иван Григорьевич, то есть деда, отца Василия, потому что Иван Григорьевич был женат вторым браком здесь, на Марфе Ивановне. И имение ему Петр дал за рождение Василия. А Василий ничего не имел, вплоть до того, когда Василию было 12 лет, село сожгли ногайцы. И тогда Марфа Ивановна обращалась с просьбой к Петру еще помочь ей восстановить дом и восстановить имение. За ней же никаких других имений у нее не было. Да, у деда был дом в Москве, но он первому сыну от первого брака этот дом оставил. Ну, не мог же сын родиться и внук родиться в доме, который уже не принадлежал этой семье. Это по факту рождения. Ну, еще о датах. Еще Петрушевский пишет, 29-й год. Эта же дата на плите в Санкт-Петербурге, на могильной плите, что он в 29-м году родился. Эта же запись существует в полковом журнале, когда Александр Васильевич, 17-летний, пришел в Преображенский полк, записался на службу. А потом началась опять такая же катавась. И 28-й, и 27-й, и 30-й год. То есть поздние какие-то, даже не исследователи, а просто перепеватели, скажем, российско-армянского информационного агентства, каких-то сайтов, википедий, где всегда неточные сведения можно обнаружить, они уже додумывали, придумывали, не знаю, с какой целью это делалось. Но фактически вот эти факты, которые более серьезно говорят о том, что все-таки он родился в 29-м году и до 17-ти лет жил с отцом в имении, а тогда можно было считаться в полку, но надо в него не являться. А жил он в имении с отцом. И Василий Иванович не служил в полку, а только числился до 30-го, кстати, года. И сам Суворов капралом записался уже 17-летним. В полк это был 48-й, по-моему, год. Поэтому говорить о том, что где-то и как-то он родился, допустим, ну зачем бы его мама поехала рожать в часть имения, там у нее была какая-то часть во Владимирщине, но имение принадлежало ее сестре Простовой Искорячине, когда у нее было свое родовое имение вот здесь. То есть очень много аргументов. И последнее, что я скажу, это информация Храбровицкого вот о чем, что когда в 1942 году начали ставить здесь вот этот памятник, Пензенский обком хоть и не мешал, но и не принимал никакого участия в установке этого памятника. Ну вот, мне кажется, что наше высшее руководство областное, оно эту традицию переняло, слава богу, что не мешает. И поддерживает эту традицию. Спасибо вам большое. Ирина Ивановна, вы поставили точку. Во всех вот этих толстях вы поставили точку. Пусть и не мешает. Сегодня на нашем мероприятии у нас костя, поэтесса Лариса Борисовна Маскинутина. И она написала стихотворение, которое называется «Генералиссимус». Лариса Борисовна, вам слово. И спасибо вам, Марина Борисовна. Он с детства стать хотел военным. По книгам тактику учил. В мечтах своих обыкновенно полки в сражения водил. Полковь капралом начал службу. Шла семилетняя война. Победой взятием Берлина была она завершена. И вот уже полковник Бравый в столовичах врага громил. Взяв замок Кракасский, он силой поляков к миру принудил. А сколько войн с Османской портой. Кинбурн, Бакшаны, Измаил. Он Турцию рукою твердой влияние на Крым лишил. Наставник мудрый офицер. Отец для всех своих солдат. Он славно завершил карьеру, пройдя через альпийский ад. Генералиссимус Суворов. Россия сын и патриот. Своим примером и напором к защите Родины зовет. Спасибо, Лариса Борисовича. Следующим моментом у нас, наверное, как практическая часть начинается. Мы слово представляем нашему архитектору Алексею Николаевичу Зорину, который подоходил нас с архитектурной частью данного проекта. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь представлен материал эскизный для обсуждения, для того, чтобы мы все понимали, как мы все-таки хотим реконструировать, возродить село, придать новое движение. Предлагается реконструкцию и реновацию населенного пункта осуществлять в два этапа. Первый этап – до озера, вот так вот скажем, это культурно-историческая часть. И второй этап – это учебный центр Юрия Александровна Васильевича. То есть вот такая часть. Эту территорию предлагается поделить на несколько функциональных зон. То есть вот здесь вот вокруг памятника предлагается для обсуждения строительство музея-усадьбы. Мы понимаем, что усадьба была вот там, где дом стоял. Но так как это уже частная территория, и переговоры пока там, понимаете, все домости, поэтому предлагаем немножко сместить это размещение вот в этой части. Вот в этой части предлагается разместить помещение храмового комплекса, восстановление храма, строительство часовни. Вот здесь вот может быть какие-то помещения для освящения, там общежития, может быть, какой-то монастырский, какие-то помещения. Вот в этой части – достиничный комплекс. То есть для приезжих, для того, чтобы люди, посещая этот центр, ну, в более комфортных условиях, родились. Вот это парковые зоны. Ну, понятно, что парковочные места здесь будут. Вот это вот парковые зоны с размещением амфитеатра открытого для проведения мероприятий. Ну, а вот это вот территория, ну, плаца, допустим, для прохождения, если у нас все получится, каких-то вот торжественных мероприятий, боевых мероприятий. Вот. Значит, ну, вот здесь вот предлагается разместить этот центр с установлением уже такого памятника, ну, величительного Суворова. Там полный рост, допустим, но, я так понимаю, это в конкурсном режиме будет все производиться. Вот. Значит, ну, это только здесь киноплан центральной части. Вот здесь вот жилая зона, она тоже, и, конечно, тоже нужно будет придать новое звучание. Так как, я так понимаю, здесь есть проблемы с канализованием, с водоснабжением, потому что с газом и с электроснабжением будет в порядке все. Но и очистные сооружения надо будет делать, я так понимаю, в какой-то части. Вот. Но не видится, что это все возможно, все реально. Если будет поддержка регионального правительства, федеральных органов, то все у нас получится. Если есть вопросы или предложения какие-то, пожалуйста, я... Мы готовы писать это все и обсудить. Вот этот памятник в сегодняшнем виде, он здесь есть и он останется? Да. Значит, вот смотрите. Он не находится на федеральном... Не является памятником ничего регионального, ни местного значения, ни федерального. Это умный человек. Значит, мы предлагаем по данным, которые опубликованы в ваших книгах, вот Палакшина и Платова, все-таки вернуться в бюст, который делал рукавишник. Я так понимаю, возможно... До революции, которая стояла. Да, до революции. Я так понимаю, его реально восстановить, потому что в музее Суворова в Ленинграде, в Петербурге гипсовые копии-то есть. И любой скульптор реально может его восстановить в прежнем виде. Значит, судя по фотографии, размер вот этот огран был чуть поменьше. Значит, там, как было, значит, пушки, я так понимаю, они были долом вниз вот так поставлены на вот этих круглых цепях. Были закреплены цепи и просто еще пушечки отдельно были. Это все реально сделать, я думаю, не вопрос. Вот этот поэк, мы считаем, что он тоже имеет очень важное историческое значение, и его, возможно, надо для обсуждения тоже найти ему место достойное. От него отказываться никак нельзя. Хотя, ну, по художественной точке зрения, он намного уступает прежнему парню. Да, да, да. Но так как это историческое, такой тяжелое время был, когда создан в 42-м году народом, вот, от него отказываться тоже нельзя. Мы вот так считаем. Понятно. Так, можно я скажу? Пожалуйста, конечно. У меня к вам предложение. Я думаю, готов к выставке. Вот, прежде всего, я вам хочу, вот, это, подарю одну точку. Ну, уже не подарю. Значит, у меня предложение такое. Значит, вас стоит построить небольшую часть крепости своей. Чтобы там проводить ресторационные... Участок такой, да? Да, да, да. Вот, ну, где-то там, это... Включить в это... Да, вы видели, как пожарный появился? Конечно. Вот абсолютно такая же ситуация. А, типа, полоса такая вот. Не полоса, кусочек этой, этой. И там делают реставрацию. Каждый год. Военно-патриотическое движение, вот как... Да, да. А к вам, вот, предложение, не переносить никогда суворовскую кашу. Сейчас я вам дам это... Слово, вот, левечку. Ага. У меня точечки здесь. И там есть, это, это, из моих земля, из моих. Ага. Спасибо большое. Все, дали вам... И там, значит, вот, как раз вот такая вещь, кусочек сделают. Это... Важно очень. Очень важный вопрос. Да, вот, и все-таки проводить обязательно 9-го, вот, в мае надо. Очень важный вопрос. Фантастику сказали. Я даже... Ссылающих нет поступать? Нет, пока нет. Ой, ой, сейчас все. Так, тогда переходим к обсуждению данного проекта. Может быть, у местных жителей, вот здесь у нас будет такой баз-комитет местного самоуправления, может быть, какие-то вопросы возникнут. Или предложения, или изменения, может быть, какие-то они внесут в ваш проект. Ну, вы вот частично уже обсуждали эту победу. Изменения пока, какие могут быть, но, естественно, мы рады. Они ждут от нас. Да, мы ждем, но изменения, какие мы можем наносить, никакие. Мы рады этому. Ну, вы готовы с вами общаться в любом формате? Ну, вас, и... Дай бог, чтобы это получилось все. А так, конечно, мы рады. Главное, чтобы они у вас есть. Ну, это нарисуем, да, то есть, что мы... Спасибо. Спасибо, Алексей Михайлович. Вопросов нет больше? Нет. Так. И еще у нас остался один вот такой небольшой вопросик. Это как обсуждение проекта село Суворова и город Севастополь по противу Суворовского призыва. Внесение в проект это работа по подготовке подписания соглашений между село Суворово и городом Севастополем о сотрудничестве в целях сохранения ту гору Сувастополь. Конечно, конечно, конечно. Предложение поддержать. Поддержать или как? Кто за? Давайте голосовать. Ты что голосовать? Кто за? Суворово основал Севастополь. Это что? Он основал. Это его идея. И вот это он здесь как каре построен село. Он как архитектор. Так. Ну и в завершение, Алексей Александрович, вам слово подведите, пожалуйста, итог нашего сегодняшнего предприятия. Ну, вам слово. Пожалуйста, у вас слушайте. Уважаемые гости, дорогие друзья, здесь что можно сказать прежде всего? Огромное спасибо нашим инициаторам данного проекта, Александру Васильевичу, Алексею Николаевичу. Действительно, работа была сделана большая и это дорогого стоит. Потому что можно сейчас во многом сомневаться, но могу уверенно сказать, что любые грандиозные проекты, они начинают с малого. Любой шаг, он очень важен. Что будет в будущем, понятно. Это надо показать, грамотно показать, презентовать. В том числе и на региональном, и на федеральном уровне. Я думаю, если вот такое единство в решении этого вопроса будет у нас, то есть, как вот уже Александр Васильевич сказал, что проект все-таки он общественно-государственный, у нас все получится. И вот все, что здесь вот написано, что это действительно великий человек, великий полководец, это действительно гордость и жемчужина Пензенского края. И этим надо гордиться, и этим надо показывать. И самое главное, мы это делаем не только для себя, а все-таки для будущего поколения. Ребятишки сейчас есть и есть, школьники. Не надо забывать, что без знания истории, без знания своего прошлого, нет будущего. Это самое главное. Всем спасибо. Я думаю, мы еще не раз встретимся на Хлоровской земле. И будем тихонько, маленькими шагами двигаться в реализации поставленной задачи цели. Спасибо. Спасибо, Алексей Алексеевич. Спасибо. Я тоже поддерживаю идею вашего проекта. Мне нравится. Я читала. Алексей Александр Васильевич, тетка нашего великого полководца. Весь материал мне в доступной форме предоставил. Я знаком с этим материалом. Мне тоже идею очень нравится. И я думаю, что Бог даст, доживем мы с вами до того момента, когда трехсотлетие со дня рождения великого русского полководца, мы с вами отметим в новом селе Суворова. Так что будем надеяться. А теперь я предлагаю возложить... Святые вельки возложить. И все на общий год. Вот по этому месту Суворов входил сад. Мы находимся, ходим. Вот это... Да, отходим. Куда动яйцы. Продолжение следует... Продолжение следует...